Последний месяц зимы стартовал с индексации страховых пенсий. Для неработающих граждан она выросла на 5,4%, то есть на уровень официальной инфляции в 2016 году. Среднее повышение размера страховой пенсии по городу Архангельску составит более 875 рублей, а средний размер пенсии составит более 17 082 рублей. В Москве теперь решают, как не обделить трудящихся. Главная задача, которую мы ставим перед собой, добиться того, чтобы индексация пенсии в этом году на уровне инфляции прошлого года была осуществлена не только неработающим пенсионерам, но в том числе и работающим. И хочу сказать, что вероятность такого решения есть, и она очень высока. С 1 февраля на 5,4% проиндексированы также единовременная денежная выплата и набор социальных услуг для отдельных категорий граждан, в их числе люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся радиации, герои Советского Союза. На уровень инфляции проиндексированы и различные социальные пособия. Например, если в 2016-м неработающая женщина получала ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере минимум 3490 рублей, то с 1 февраля его размер вырастет до 3678 рублей. Впрочем, многие, похоже, индексации и не заметят. Что вы знаете о повышении социальных пособий, в частности детских пособий, с 1 февраля? Не слышал ничего об этом, честно. Если честно, то нет. Стыдно, да, но нет. Это адекватное повышение или нет? Да, конечно, нет. Неадекватное по сравнению с чем? Конечно, с ценами. К вопросу о цене, точнее о фиксирующих ее аппаратах, кассовых. С 1 февраля предприниматели смогут зарегистрировать только такие аппараты, которые передают информацию о расчетах в налоговые органы в электронном виде. Выгодно это и покупателям. Новый порядок дает гражданам возможность защитить свои права как потребителей. У граждан появится возможность получать чеки на свою электронную почту, либо на мобильные телефоны. При необходимости они смогут проверить чек на легальность его происхождения и в случае установления нарушений подать жалобу в Федеральную налоговую службу, не отходя от кассы. Не на кого будет жаловаться, если вы сейчас не приватизируете свою квартиру. Февраль – последний месяц, когда это можно сделать бесплатно. Тем, кто еще не приватизировал свое жилье, нужно обратиться к соответствующим заявлениям о приватизации своей квартиры в отдел приватизации жилья по городу Архангельску конкретно. Он расположен на переулке Театральный дом 7, кабинет 27. Если гражданин до 1 марта в соответствующий орган местного самоуправления подал заявление о приватизации своей квартиры, то процесс приватизации считается уже запущенным, независимо от того, когда орган местного самоуправления закончит подписание документов и составит договор. Телефон отдела приватизации жилья в Архангельске – 65 08 34. Три категории граждан могут пользоваться правом бесплатной приватизации до 2020 года – дети-сироты, жильцы аварийных домов и крымчане. Что бесплатно для всех, так это так называемый дальневосточный гектар. Каждый россиянин может получить его безвозмездно на 5 лет. В этот срок его нужно освоить, и после успешного освоения, после 5-летнего срока использования земельного участка можно оформить либо в аренду, либо в собственность. Что интересно, подать документы, заявку на получение такого земельного участка можно в любом регионе Российской Федерации, в том числе здесь, в Архангельске. Для этого нужно обратиться в офис кадастровой палаты на текущий момент. Позже эту услугу будут предоставлять и многофункциональные центры. Как подать заявку? Как выбрать участок? Что значит успешно его освоить? Что вообще можно делать с этой землей? Ответы на эти и другие вопросы вы можете получить по телефону горячей линии Росреестра 8 800 100 34 34. Подробную информацию можно найти на сайте nadalnyivostok.rf. Алексей Карельский, Евгений Зыков, Денис Линчевский. 7 дней в регионе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...